Заходи в дискорд, если ищешь себе тиммейта. А еще не забывай про бусти. Там очень много контента, а минимальная подписка стоит 10 рублей, где есть таблица с серверами для фарма и куча сборок оружия. Контент обновляется по мере появления чего-нибудь интересненького. Заходи. Приветствую, вы на канале Дистракт, с вами Дима. Как вы могли догадаться, тема данного ролика будет касаться отдачи, если говорить точнее, почему у тебя она есть, а у какого-то условного стримера ее нет. Недолго поразмыслив, я накидал 4 основных пункта, ну и парочку дополнительных. Так что присаживайся поудобнее, наливай чайку, бери печеньку и погнали. Пункт первый. Фов. Расшифровка это Field of View, а говоря в простонародье, поле зрения. То есть чисто физически это тот угол, на который вы будете видеть. И чем меньше это значение, тем ближе дальние объекты к вашему лицу. Соответственно, они кажутся вам больше. Но при этом вы теряете обзорность по бокам. То есть ширина вашего зрения очень сильно сужается. И как вы могли уже догадаться, отдача тоже видоизменяется. А точнее, она усиливается, причем значительно. Вот так стреляет вал на Фове 50. А вот так уже на 75. Предполагаю, что разницу вы точно заметили. То есть такой вывод. Чем меньше Фов, тем больше отдача. Чем больше Фов, тем меньше отдача. Но не спешите выкручивать его на максимум. Тут главное, словить баланс. Ибо на максимальном Фове, даже расстояние в 20 метров, уже кажется каким-то огромным. И попадать в ту же голову, особенно на бегу, гораздо сложнее. Потому лично я выставляю Фов на 65. Для меня это комфортно и балансно. Пункт номер 2. Пред-спрей. Так я прозвал раскликивание пушки перед тем, как начать полноценный спрей. У этой техники я вижу свои минусы, но о них попозже. Практически все оружие работает по следующему принципу. Вы начинаете спрей. Оружие сильно подкидывает на первых выстрелах, а далее само себя компенсирует. И вся уже последующая стрельба упирается в горизонтальную отдачу, на которую мы никак не можем повлиять. И суть пред-спрея в том, чтобы как раз таки компенсировать первый подкид. Путем произведения двух-трех одиночных выстрелов и только потом начать спрей. Тем самым мы пропускаем тот момент, когда пушку должно было подкидывать. И сразу же переходим к этапу, когда она сама себя компенсирует. С одной стороны, вы теряете время, потому как спрей начинаете не сразу, а после пары одиночных выстрелов. Но с другой стороны, тому же новичку будет куда проще совладать с незнакомой пушкой. И даже на таком оружии, как ХК-416, удается совладать с ее первыми подкидами. Третий пункт – это начальная компенсация. В Таркове нет каких-то фиксированных паттернов отдачи. И как я упоминал ранее, мы можем бороться только с вертикальной отдачей. И если вам не хочется, как в случае с пред-спреем, терять начальные моменты, вам просто нужно тянуть мышку вниз. Да, может показаться банальным, но у этого способа есть свой недостаток. То, с какой силой нужно тянуть на каждой пушке индивидуально. И тут играет роль уже как конкретный тип оружия, так и значение вертикалки. То есть, в случае с пред-спреем, мы тупо пропускаем этап, где нужно что-то компенсировать. А когда вы будете сами компенсировать, вам нужно будет привыкнуть к тому, насколько сильно вообще нужно это делать. Для наглядной разницы в эффективности, давайте постреляем в стену. Первый раз вообще без каких-либо компенсаций. Второй раз с пред-спреем. И вот третий раз я уже пытаюсь полностью сам компенсировать отдачу. Как вы видите, у пред-спрея и личного контроля особо разницы нет. Но пред-спрей универсален для каждой пушки, а умение контролить самому нужно тренировать. Пускай это и не сложно. Ну и четвертый пункт, это нужно использовать оружие с низкой отдачей. Необходимо осознавать, что отдача это не только та циферка, что указана в отдаче. Еще очень важно обращать внимание на скорострельность. Тот же Юмпик на 48 отдачи и МП-7 на 45 это две разные истории. И соответственно, у МП-7 гораздо выше отдача. Ведь у Юмпика скорострельность намного-намного меньше. И чтобы вам было попроще, назову оружие, которое условно без отдачи. П-90. Юмпи или же Юмпик. Практически все оружие 9 на 19. Но лучший из всех это Вектор. У него лучшая скорострельность и плюсом отдачи по сути нет. Среди штурмовых винтовок сказал бы, что все 5-45 в принципе играются без отдачи. Конечно, если сборка хотя бы средняя и это не АКСУ или же АК-105. МДР-556 тоже практически без отдачи. Достаточно установить тактическую рукоятку, причем любую. Глушитель хотя бы РЦ-2. Итого у нас эргономичная пушка с невысокой отдачей. Сюда же можно причислить ИСКАР-556. У него чуть больше опционала по сборке, отдача у него даже немного приятнее, но при этом похуже эргономика. АК-101 на том же калибре также обладает невысокой отдачей. Опять же, хотя бы в какой-то средней сборке. Метапушки, естественно, тоже без отдачи. РД-704 или же МК-47. Убивают они куда лучше, отдача приемлемая, но и цена, конечно же, соответствующая. Если что, я снимал практически про каждое оружие в этой игре, потому можете ознакомиться. Еще один подпунктик, который влияет на компенсацию отдачи, это умение контроль отдачи. Логично, чем более оно прокачано, тем вам будет проще. И чтобы намеренно его качать, вы можете, к примеру, стрелять с пулемета. Или же подбирать оружие с ботов и расстреливать оттуда во все патроны. Настало время подводить итоги. Очевидно, если придерживаться некоторых правил, то вам будет банально проще стрелять. Предспрей очень хорошо подойдет для тех, у кого недостаточно опыта ведения огня с различных типов оружия. Или же просто разных пушек с разной отдачей. Но если вы наловчитесь компенсировать отдачу без предспрея, то, естественно, вы будете немножечко эффективней. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи!